История Челябинска уходит своими корнями в 18 век. Он был основан 13 сентября 1736 года на реке Миас, как сторожевая крепость на пути из-за Уралия в Оренбург. Основателем Челябинска является полковник Алексей Иванович Теркелев. Он принял решение, где должна размещаться и как должна строиться крепость. По распоряжению Теркелева она стала заселяться первыми поселенцами. Не исключено, что имя новой крепости было дано при его участии. В 1743 году Челябинс стал центром крупной Есетской провинции. В крепости находилась Есетская провинциальная канцелярия управления есетскими казаками, духовное правление, гостиный двор. В период Пугачевского восстания 1774 года крепость перешла на сторону восставших и несколько месяцев здесь держалась казачья республика. В 1781 году Челябинск получил статус уездного города, а в июне 1782 получил свой герб. Известность Челябинск приобрел в 1892 году с окончанием строительства Самары-Златоустовской железной дороги, когда было открыто движение из Москвы до Челябинска. В 1896 году была запущена в эксплуатацию железная дорога на Екатеринбург. Челябинск стал важным промежуточным пунктом передвижения своеобразными воротами Сибири. В считанные годы он превратился в один из крупнейших торговых центров России и занял ведущие позиции по торговле хлебом, маслом, мясом и чаем. За несколько лет население города значительно выросло. Если в 1897 году оно составляло около 20 тысяч человек, то в 1917 году население города насчитывало уже 70 тысяч человек, а территория увеличилась на треть. Стремительно начали развиваться промышленности и образования. Открылись духовные училища, женская прогимназия, реальное училище, торговая школа. Были построены народный дом и клуб железнодорожного собрания. Челябинск быстро входил во всероссийский и мировой рынок. В городе действовало около полторы тысячи торгово-промышленных заведений с годовым оборотом до 30 миллионов рублей. Открывались торговые конторы, агентства, представительства иностранных компаний по продаже машин и оборудования. После Октябрьской революции власть Советов рабочих и солдатских депутатов в Челябинске вводилась как мирным, так и вооруженным путем. Только во второй половине 1919 года в городе были окончательно восстановлены органы власти. Создан революционный комитет, проведены выборы в партийные комитеты. В сентябре 1919 года Челябинск стал центром, созданной по решению в ЦИК самостоятельной Челябинской губернии, преобразованной в 1924 году в Челябинский округ Уральской области. 17 января 1934 года город стал областным центром Челябинской области. В период первых советских пятилеток Челябинск превратился в один из крупнейших в стране промышленных центров. Если к 1919 году в городе действовало лишь два предприятия, то в начале 1930-х начали свою работу тракторные, абразивные, ферросплавные, станкостроительные и цинковые заводы. Важнейшую роль играл Челябинск во время Великой Отечественной войны, как тыловой город. Его население выросло с 270 до 650 тысяч человек. На базе эвакуированных предприятий, которые сливались с местными производствами, создавались гиганты индустрии – ЧКПЗ, ЧМК и ЧТПЗ. Уже в начале войны Челябинск обрел второе неофициальное имя – Танкоград. Танкоград? Такого города не было на карте, но о нем сообщалось в сводках Совминфобюро. О нем знали солдаты на фронте. После соединения мощностей Челябинского тракторного завода с двумя эвакуированными предприятиями – Ленинградским, Кировским и Харьковским моторостроительным – вся эта громада переключилась на выпуск танков. За годы войны на заводе было произведено 18 тысяч боевых машин, что составляет пятую часть от всех выпущенных в стране. Челябинцы давали фронту танки Т-34, ставшие впоследствии известные всему миру. А на заводе имени Колющенко было освоено производство установки БМ-13, знаменитых «Катюш». В послевоенное время Челябинск также имел огромное значение для страны. Он стал поставщиком оборудованной техники кадровых ресурсов для восстановления Сталинграда, Донбасса, Днепрогресса и других территорий СССР. Быстрыми темпами росла промышленность. Город борно строился, расширялись границы его территории. В начале 50-х годов здесь еще преобладали одноэтажные жилища первых пяти лет. Но уже в 1947-м был утвержден новый план развития, который предусматривал многоэтажную застройку центра города и районов, прилегающих к промышленным предприятиям. Сегодня Челябинск является городом-миллионником, административным центром Челябинской области. Входит состав Уральского федерального округа Российской Федерации. Территория Челябинска занимает около 53 тысяч гектаров. Она всего в два раза меньше площади Москвы. По численности населения Челябинск занимает второе место в Уральском федеральном округе. Еще в 1976 году здесь родился миллионный житель. Современный Челябинск – крупный промышленный мегаполис, деловой, научный и культурный центр Южного Урала. По индустриальной мощи он находится в первой пятерке городов страны. Подпишитесь на наш канал, поставьте лайк, если понравилось видео, и пишите в комментариях, о каких городах вы хотели бы узнать больше. Редактор субтитров А.Семкин